Венесуэле 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 Поэтому нынешний блэкаут уже назвали Самым масштабным за всю историю Латиноамериканской республики И пока Гуайдо ищет причину аварии В коррупционном режиме и износе оборудования Мадуро винит в произошедшем США По его словам, американцы ведут Против его страны энергетическую войну И производят кибератаки На системы контроля ГЭС Тем не менее, Мадуро не предъявил доказательств Предполагаемого, хотя и пообещал Что представит их перед ООН Нам известно обо всех попытках Нанесения вреда Венесуэле И одна из таких Это продуманные кибератаки Со стороны США, которые мы пытались Ликвидировать Хочу заострить ваше внимание на том факте Что США выступают мировым лидером В области высоких технологий И им по силам такие махинации Мы уже поймали двух человек Которые подозреваются в сговоре За попытку вывода из строя системы связи ГЭС Они находятся под следствием Тем временем США все подозрения отвергают Госсекретарь Майк Помпео В своем официальном обращении Переложил ответственность на Кубу и Россию Обвинив их в поддержке режима Мадуро Он осудил Роснефть и кубинские компании За покупку черного золота у Венесуэлы Вопреки американским санкциям В итоге США также отозвали из Венесуэлы Оставшихся там дипломатов За последние несколько дней Венесуэльцы буквально оказались в темноте Из-за массового отключения электричества Пациенты, ожидающие лечения в больницах Умирают, портится еда Не работают телекоммуникационные сети В этой связи хочу напомнить вам о том Как Николас Мадуро обещал венесуэльцам Лучшую жизнь в социалистическом раю Но реальность доказывает, что Страна идет к экономическому краху За пять дней блэкаута Властям не удалось нормализовать Подачу воды и электричества в стране Закрыты школы, детские сады Приостановлена работа компаний И госучреждений Местные жители встревожены Из-за нехватки воды и продовольствия Участились случаи кражи денег и продуктов И по сообщению агентства Reuters Интернациональная гвардия за это время арестовала Уже около 40 человек, пытавшихся украсть Товар с прилавков Мы уже не знаем, где брать воду Мест просто не осталось Света нет с пятницы Это ненормально Мы устали от кризиса в стране Наши дети сидят без света Без воды и без средств связи Не говоря уже о лекарствах Блэкаут прервал работу Международных аэропортов В крупных городах Встало метро Социальный кризис в стране Побудил десятки тысяч людей Выйти на акции протеста в Каракасе И как передает Reuters К концу выходных Энергоснабжение было восстановлено В большинстве штатов Венесуэлы Но тем не менее В домах миллионов людей Все еще нет света Айдана, если я не ошибаюсь Это не первый такой блэкаут В Боливрианской республике Да, все верно Такие случаи уже наблюдались В ноябре прошлого года И продолжились до января 2019 года Но и к сожалению Тогдашний блэкаут И нынешний Привели к огромным последствиям Айдана, спасибо С международным обзором С нами была Айдана Кребжанова Айдана Кребжанова Айдана Кребжанова